Взяли в работу в числе первых объектов. В Самаре укладывают новый асфальт на береговой. В столице региона продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Торжественный концерт и награждение орденами в областном центре поздравили сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником. Миллион шестьсот тысяч единиц однолетних растений высадили в этом году в теплицах предприятия «Спецремстройзеленхоз». Клумбами и цветочными конструкциями украсит город в начале мая. В ближайшие выходные в стране отметят День сотрудников военных комиссариатов России. 105 лет назад в апреле были образованы первые окружные комиссариаты по военным делам. В ДК «Железнодорожников» сегодня провели торжественный концерт для работников самарских региональных учреждений. Особо отличившихся в своей работе наградили орденами, медалями и памятными знаками. Подробности в следующем материале. Каролина Ануфриева уже три года работает в военном комиссариате города Кинель. Рассказывает, что минувший год на работе выдался самым сложным. Но девушка признается, дополнительная нагрузка и ответственность только мотивируют выполнять свои должностные обязанности на все 100%. За что и получила памятный знак «За служение людям». Это был сложный период для нас. Ночевали почти на работе. Мотивирует, конечно. Да, то есть помогаем Родине. Это ответственно. Вручали специалистам не только региональные памятные знаки, но и правительственные медали и ордена. Награды в преддверии 105-й годовщины с момента создания в стране первых окружных комиссариатов по военным делам вручал вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин. На вас лежит особая ответственность. Вы первый эшелон формирования броноспособности нашей страны. Последний год на каждый военкомат легла серьезнейшая нагрузка по взаимодействию с органами исполнительной власти, муниципалитетами, ведомствами. И мы, глядя на вас, хотим сказать вам огромное спасибо за то, что подходите к этой работе неформально, прилагая все силы и в первую очередь силы души. Также для сотрудников военкоматов подготовили праздничный концерт с любимыми песнями, танцевальными номерами и показательными выступлениями от кадетов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре начинается укладка нового покрытия автодороги по улице Береговой. Старт выполнения работы дан с перекрестка улиц Земица и Береговая. Протяженность участка, который предстоит отремонтировать, 1 километр 300 метров. Он пролегает до проспекта Кирова. Порядка 13,5 тысяч квадратных метров в проезжей части по всей ее ширине приводят в нормативное состояние. Здесь уже провели работы по фрезерованию изнушенного полотна. Предусмотрен и ремонт инженерных коммуникаций. Производится замена старых люков, решеток, ливневок. Здесь их порядка 70. В настоящее время выполнены работы по фрезерованию проезжей части. Сегодня планируется начало укладки асфальтобетонной смеси марки ЧМА-16. Параллельно идут ремонты колодцев, замена старых люков на новых инженерных систем. На объекте устанавливают новые люки, которые являются антишумными и антивандальными. Они с прорезиненным покрытием внутренней поверхности и специальным внутренним замком. Такое решение было принято исходя из жалоб горожан и ресурсоснабжающих организаций на то, что постоянно идет воровство крышек. При устройстве верхнего слоя асфальта толщиной в 5 сантиметров будет использоваться высокопрочная смесь ЧМА-16. Напомним, работы на этом участке начались в ночь на 1 апреля. Они идут в интенсивном режиме. Дорогу нужно привести в порядок перед ремонтом путепровода 139-й километр по улице Земице. Десант из 1 миллиона 600 тысяч однолетних растений в рамках месячника по благоустройству совсем скоро высадится в Самаре. По словам специалистов, спецремстрой зеленхоза клумбы появятся к майским праздникам. Помимо привычных тагетисов и герани, самарцев порадуют и новые насаждения. Чем и когда будут удивлять и радовать – в нашем сюжете. В теплицах муниципального предприятия спецремстрой зеленхоз уже ярко. И совсем скоро, на майские праздники, всю эту красоту смогут наблюдать все самарцы. В этом году на клумбы города высадят 1 миллион 600 тысяч единиц однолетних растений. Помимо привычных петуний, гераний и тагетисов, город украсит новые цветы – ангелонии, канны, виолы, катарантус, бако, погоцание. Традиционно возле городских монументов и памятников, к примеру, самолету Ил-2, появятся и вертикальные конструкции. На них заструятся ампельные растения – сцивола и биденс. Всего горожане смогут оценить красоту около ста разновидностей цветов. Сеять мы начинаем в декабре месяце. Это бегония, герань, чтобы получить цветущие растения к высадке. Семена мелкие приходится на снег сеять. Вот посеяли, закрыли стеклом. Дни через семь – всходы. Высаживая семена на рассаду, специалисты предприятий учитывают погодные условия. К примеру, если весна ранняя, то и посев должен производиться чуть раньше, чтобы к моменту высадки на клумбы цветы едва успели набрать бутоны. Тогда они дольше смогут украшать городские клумбы. На протяжении всего лета сотрудники спецремстроя зеленхоза поливают цветы, рахлят почву, убирают отцветшие бутоны. Есть и цветы, луковицы которых высаживают в клумбы в конце сезона. Еще осенью прошлого года были высажены тюльпаны на площади почти 2500 метров квадратных. Учитывая, что в этом году такая вот ранняя теплая весна, ожидается, что тюльпаны начнут свое цветение уже в ближайшее время. Их цветовые гаммы, формы крайне разнообразны. То есть от уже традиционных алых цветов до практически черных. Ну и осенью этого года, соответственно, тоже запланирована высадка новых видов тюльпанов. Самару украшают в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город». Площадь цветников в этом году составит 38 тысяч квадратных метров. Своего выхода на сцену в теплицах муниципального предприятия ждут и хвойники. Туи украсят входные группы различных учреждений города. Самарцы говорят, наблюдать за преображением областной столицы всегда приятно. Особенно, когда речь идет о любимой прогулочной территории – набережной. Ну, я могу сказать, по набережной. Набережная, конечно, меняется очень здорово от года в год. И вот очень приятно было, когда немножко подальше прям клумбы с розами были. Прям очень красиво было. В принципе, город, да, зеленяется, гораздо чище становится. Это очень приятно. Конечно, ждем. Это всегда красиво, прекрасно, когда за городом ухаживают. Когда появляются новые красивые клумбы, цветы. Это всегда радует. В этом году в честь юбилея Грушинского фестиваля, ему исполняется 50 лет, цветочными конструкциями и крупными туями украсят гостевой маршрут, железнодорожные и речной вокзалы – все центральные магистрали города, по которым гости поедут на Мострюковские озера. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Обстоятельства, которые сложились между трамвайно-троллейбусным управлением и одной из ресурсоснабжающих организаций, не повлияют на качество работы электротранспорта в городе. В ТТУ подтвердили факт задолженности перед Самарой Энерго. По информации мэрии, она образовалась за февраль и март текущего года, не является просроченной и будет погашена в этом месяце. На образование задолженности повлиял ряд факторов. Основной из них – эксплуатация электротранспорта в зимнее время года, когда ресурсов на поддержание тепла в салонах уходит больше, чем в весеннее и летнее время. Никаких сбоев движения трамваев и троллейбусов не будет, ни по какому маршруту. Никакие маршруты по снабжению электричеством не будут обесточены. Все трамваи и троллейбусы будут ехать в штатном режиме. До 30 апреля вот эта вот задолженность, которая образовалась, будет погашена 100%. С 1 по 20 апреля на территории Самарской области действует особый противопожарный режим. По словам экспертов, в период теплых весенних дней вероятность возникновения пожароопасных ситуаций растет. Почему возникают пожары и каких правил следует придерживаться, выезжая на природу, выяснила Александра Гусева. Ранняя весна порадовала жителей Самарской области. Многие поспешили выехать за город, чтобы отдохнуть и заодно привести дачные участки в порядок после длительной зимы. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о правилах, которые необходимо соблюдать, отдыхая на природе. Нередко человеческая беспечность приводит к крупным природным пожарам. Непотушенные сигареты, брошенные в том числе из пролежащего автомобиля, непотушенный какой-то костер, источник, брошенная бутылка могут явиться источником возникновения природного пожара. Вот всего сейчас на территории Самарской области с 17 марта произошло уже 213 природных пожаров и два лесных пожара. В Самарской области с 1 по 20 апреля действует особый противопожарный режим. По правилам разрешено сжигать мусор, например, в металлических емкостях, яме или в специально отвезенных местах, которые окопаны минерализированной полосой. Но когда вводится особый противопожарный режим, действует строгий запрет на использование открытого огня. Нельзя жечь сухую траву. В условиях теплой погоды этот процесс может стать неконтролируемым. Кроме того, возгорание на землях сельскохозяйственного назначения часто становится причиной крупных лесных пожаров. В настоящее время ежедневные мониторинги ситуации осуществляют 17 пожарно-химических станций и более 300 специалистов. Следя за территориями, которые подвержены угрозе лесных пожаров, патрульные группы. Особенно за местами массового отдыха, садоводческими, дачными массивами, детскими лагерями, санаториями и турбазами. На территории Самарской области действует система видеонаблюдения. Данная система видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени отслеживать практически 80% лесного фонда. И система оснащена лесоохранителем, который позволяет определять координаты возгорания. Нередко причина пожаров – результат человеческой беспечности и неосторожности. В Главном управлении МЧС России по Самарской области напоминают, если вы стали свидетелем лесного пожара, нужно попытаться потушить его самостоятельно и отправить кого-нибудь за помощью в ближайший населенный пункт или лесничество. Вызвать пожарных и спасателей можно по единому номеру – 01, с мобильного – 101. Александра Гусева, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События. Представители всех образовательных учреждений областного центра собрались в 68-й Самарской школе. Поводом стала научно-практическая конференция, приуроченная к году педагога и наставника и 200-летию со дня рождения великого деятеля сферы образования Константина Ушинского. На месте побывала Галина Топилина. Основоположник детской педагогики – учитель, писатель. Именно Константин Ушинский начал первым внедрять в систему образования новые методы обучения и воспитания детей. Не зубрежка о развитии умственных способностей, наблюдательности и воображения. Не угроза наказания, а попытки сделать серьезное занятие увлекательным. Он делал упор на саморазвитие и открытость новым знаниям. На постулатах Ушинского основывается и современная система детского образования. К 200-летию со дня его рождения в Самаре прошла окружная научно-практическая конференция «Наследие Ушинского. Классика XXI веку». Организаторами выступили городской департамент образования, Самарское управление Министерства образования и науки и региональный центр развития образования. Сегодня более 600 педагогов соберутся здесь для того, чтобы обменяться опытом. Таким образом, наследие Ушинского используется нами ныне при обучении детей. Указом президента России Владимира Путина этот год объявлен годом педагога и наставника. Особое внимание образованию. Приветствуются новые идеи, которые обновят и дополнят уже действующую систему. Конференция стала продолжением серии мероприятий, которые регулярно проводят в областной столице. Мероприятие было организовано в рамках года педагога и наставника, миссия которого – признание особого статуса педагогических работников и общественной значимости этой профессии, а также других специалистов, занимающихся наставнической деятельностью. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения нашего знаменитого педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Но все идеи, которые он выдвигал, и не только он, другие педагоги наши знаменитые, они и сегодня остаются важными. Нужно только пересмотреть их немножечко, обсудить и переложить их на современность. И опять же применять. После пленарного заседания участники разошлись по секциям, где прозвучали доклады на тему образования. Конференция пройдет 6 и 7 апреля. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Осторожно, геморрагическая лихорадка. По утверждению специалистов, именно на весну приходится пик роста заболеваемости. Больше всего рискуют дачники, охотники и грибники. Источниками инфекции являются грызуны. Чем опасно заболевание и как не заразиться, выяснила Ксения Баканова. Мышка пробежала, хвостиком махнула и принесла с собой много проблем. Симптомы появились внезапно, рассказывает Максим Попов. В больницу мужчина попал 3 года назад, когда отдыхал на море. Диагноз – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Сейчас он делится своей историей с улыбкой, но тогда ему было не до смеха. Чтобы восстановить организм, потребовался год. Максим лишился работы, перспектив и даже некоторых знакомых. Сейчас все это в прошлом, но печальная история запомнится навсегда. Симптомы сопровождаются галлюцинациями. То есть ночью реально помутненное сознание. Температура иногда у меня до 46 дошла. Сбивали жесткими антибиотиками. То есть я обколот был максимально, где только возможно. Я не игрался с мышами, не пил кровь летучих мышей. Я просто где-то коснулся либо травы, либо деревяшки. В народе геморрагическую лихорадку называют мышиной. Переносчиками болезни являются рыжие и красные мыши-полевки. Иногда – кроты и суслики. Чаще всего люди заражаются через пыль, которая содержит мелкие частички мышиных фекалий. Стоит отметить, что от человека к человеку вирус не передается. Обычно с момента попадания инфекции в организм до появления первых клинических симптомов может пройти от 7 дней до полутора месяцев. Но в среднем инкубационный период составляет примерно 2-3 недели. Вирус поражает кровеносную систему, но сильнее всего влияет на почки. Заболевание начинается с высокой температуры, как правило. Затем начинается период почечных проявлений, боль в пояснице, снижение количества мочи, снижение остроты зрения. Мы таких пациентов госпитализируем, мы лечим, у нас схемы лечения отработаны. Ну, конечно, бывают тяжелые формы, но у каждого там есть какие-то для этого индивидуальные особенности. Чем раньше человек обращается, тем больше вероятность того, что заболевание будет протекать благоприятно. Вакцины от этой болезни нет. Если появились симптомы заболевания, выход один – обратиться к врачу. Чаще всего мышиной лихорадкой заражаются дачники. Чтобы защититься от грызунов, Александр Глубоков использует проверенное средство – крысиный яд. Внешне гранулы похожи на маленькие горошины, зато польза от них большая. Они в основном бегают по углам, и там, где какие-то трещины есть, туда их закидываем, и они травятся из-за этого. И плюс у нас прекрасные помощника с собой привозим, это кошка наша, Риза. Уберечь себя от неприятностей помогут осторожность и правила личной гигиены. При первом посещении дачного участка весной важно провести влажную уборку дома. Для этого можно использовать любое хлоросодержащее средство. Важно тщательно вымыть жилище, протереть все поверхности. Чтобы избежать заражения мышиной лихорадкой, при уборке защищаем руки резиновыми перчатками, а лицом – вот такой вот маской или марлевой повязкой. Также специалисты рекомендуют не пить воду из открытых источников и не употреблять в пищу испорченные и немытые продукты. Эти простые правила помогут предотвратить заражение мышиной лихорадкой. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Юные инспекторы дорожного движения и Всероссийское общество автомобилистов отмечают 50-летний юбилей. Масштабная акция, главная цель которых – предупреждение аварийности с участием детей и подростков, проходит по всей стране. Сегодня юные инспекторы совместно с полицейскими и общественниками побывали в одной из самарских школ. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Юные инспекторы дорожного движения совместно с полицейскими пришли в гости к учащимся 83-й школы Самары и провели урок безопасности. Школьникам предстояло пройти различные испытания, чтобы продемонстрировать свои знания ПДД. Готовились заранее, учили теорию, повторяли правила. На территории города Самара в последнее время зарегистрировано рост детского дорожно-транспортного автоматизма. Данное мероприятие пришлось как никогда кстати. Сегодня в школе номер 83 проводится у нас квест-игра по правилам дорожного движения. В процессе мероприятия дети повторят основы правил дорожного движения, основы медицины, вспомнят, как правильно ездить на велосипеде, также изготовят световозвращающие элементы. Безопасность на дороге зависит не только от внимательности и дисциплинированности водителей, но и пешеходов. Соблюдать осторожность и знать правила дорожного движения необходима как взрослым, так и детям. Это пропаганда дорожного движения среди молодежи, детей. Это движение детей, подростков, которые участвуют в этой игре, вовлечены в этот процесс, вовлечены в знания правил дорожного движения. И, конечно же, она транслируется и дальше среди детей. Вместе с полицейскими ребята повторили, как правильно вести себя вблизи проезжей части, в каких местах можно переходить дорогу. Инспекторы рассказали школьникам о важности световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и наглядно продемонстрировали, как правильно их применять и носить. Школа 83 последние годы является также территорией, где проходит «Безопасное колесо», конкурс детей для образовательных организаций промышленного района города Самары. Такие мероприятия все непременно нужны, потому что дети и повторяют все, что необходимо знать для безопасного пребывания на дорогах города Самары и на любых других участках, где они бывают с родителями. Дети эти знания передают своим сверстникам, приносят в семью своим младшим и старшим братьям, родителям, бабушкам, дедушкам и всех, кто их окружает. В завершение игры ребята поблагодарили сотрудников госавтоинспекции и ювидовцев за познавательный урок и пообещали не нарушать правила дорожного движения. Светлана Тимофеева, Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Самарские крылья Советов уступили на выезде московскому ЦСКА в Кубке России по футболу, но продолжают борьбу за трофеи и за особенности турнирной сетки в этом году. Шансы на победу в Кубке сохраняет и Тольяттинский Акрон. Тольяттинские теннисистки вышли в третий раунд турнира в Чарльстоне, а баскетболистки Самары соревнуются за пятое место в премьер-лиге. Эфир продолжит рубрика «Новости спорта». Крылья Советов продолжают бороться за Кубок России по футболу в пути регионов. В ответном матче полуфинального этапа пути РПЛ самарцы на выезде уступили ЦСКА. Большую часть матча на табло сохранялась нулевая ничья, а поскольку ничья была зафиксирована и в первом матче, то встреча должна была продолжиться серией пенальти. Но за минуту до финального свистка армейцы провели атаку, в результате которой Глен Бейл срезал мяч в свои ворота. 0-1 поражение крыльев. А вот Тольяттинский «Акрон» свой матч в Кубке России в пути регионов против московского «Динамо» довел до серии пенальти, в которой тольяттинские футболисты оказались сильнее, позволив соперникам забить лишь однажды, а сами реализовали четыре удара и прошли в следующий этап. В пути РПЛ за выход в финал турнира поспорят ЦСКА и Урал из Екатеринбурга, а через пути регионов второго финалиста определят две команды из Самарской области, Крылья Советов и «Акрон», московский «Спартак» и победитель матча Краснодар-Ростов. Баскетболистки Самары с победы начали первую серию игр в турнире за пятое-восьмое места в премьер-лиге. На домашнем паркете девушки не без труда обыграли красноярский Енисей. Уже в первой четверти волжская команда вела почти 20 очков, но гости постепенно сокращали отставание. За три с половиной минуты до конца четвертой четверти Енисей был на расстоянии двух точных бросков, но хозяйки паркета так и не позволили сибирячкам выйти вперед. 79-77 победа Самары и 1-0 в серии до двух побед. Следующая игра состоится 9 апреля в Красноярске. На теннисном турнире в американском Чарльстоне Дарья Касаткина вышла в третий раунд. В матче 1-16 финала тольяттинская спортсменка без сложности одолела Мэдисон Брэнгл из США 6-2-6-1. Встреча продолжалась меньше часа. Дарья один раз подала на вылет, ни разу не совершила двойную ошибку и четыре раза брала гейм на подаче соперницы. Теперь ей предстоит сыграть с еще одной американкой Бернардой Перра. В третий раунд на турнире в Чарльстоне прошла и другая уроженка Тольятти – Диана Шнайдер. Она в 1-16 переиграла соотечественницу Веронику Кудерметову, которая имела на этом турнире пятый номер посева. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась 6-4-6-3 в пользу Дианы. Она ни разу не подала на вылет, а совершила три двойные ошибки, а также взяла пять геймов на подачи Веронике. Следующим оппонентом Дианы станет Паула Бадоса из Испании. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году, информирует в телеграм-канале городской администрации. Именно жители решат, какие самарские общественные пространства станут лучше. В 2019 году по федеральной программе формирования комфорта городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» преобразился сквер у храма Кирилла и Мефодия. Территорию, которая представляла собой пустырь, благоустроили. В сквере обустроили несколько входных групп, провели масштабные работы, уложили плитку, обустроили газоны с автополивом и экодорожки, установили новое освещение и дизайнерские лавочки для отдыха. В телеграм-канале департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санатории, расположенной в Самаре. Путевки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64. Пункт отбора на военную службу по контракту в городе Самара проводит отбор граждан для поступления на военную службу в Вооруженные силы России. Говорится в телеграм-канале промышленного района. Служба по контракту – это возможность осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества. Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Более подробную информацию можно узнать по телефону 332-39-37. С 10 по 15 апреля Яндекс проведет второй онлайн-фестиваль «8 бит». Сообщают в телеграм-канале Ленинского района. Темы фестиваля будут особенно интересны школьникам, которые еще решают, кем стать в будущем. А также взрослым, которые хотят разобраться в диджитал-профессиях. Каждый день будет посвящен определенному сервису Яндекса. Участники узнают, люди каких профессий создают магию технологий и почему IT – это не только разработка. Как голосовой помощник Алиса становится человечнее и умнее. Как роботы помогают доставлять товары. Эксперты Яндекс Клауд расскажут, как в облаках придумывают и создают нейросети, помогающие в социальных и научных проектах. Познакомиться с программой и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте clck.ru. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok